Я напомню, что мы сейчас говорим про объект реконструкции канализационного коллектора по проспекту Богдана Хмельницкого. Чем вызвана данная проблема? Если помните, жители данного района зачастую страдали от неприятных запахов, которые происходили из-за старости и того, что прохудился коллектор. Если вспомнить 2012 год, то в канализационный коллектор рядом с памятником Богдана Хмельницкого провалилась машина. Машина служебная водоканала. Поэтому нами было принято решение, разработана проектно-сметная документация. Совместно с депутатами областного совета нам удалось отстоять интересы города Мелитополя. Из областного экофонда в этом году на реконструкцию данного коллектора было выделено 16 миллионов гривен. Что сделано за данные средства? На сегодняшний день полностью заменен канализационный коллектор от магазина Грант до черного гастронома Богдана Хмельницкого 87. На сегодняшний день работы выполнены на 98% и за следующую неделю мы их закончим полностью. Также было выполнено три перехода канализационного коллектора через проспект Богдана Хмельницкого. Рядом с улицей Вакалинчука и рядом с Богдана Хмельницкого 66 и 68. Также данные работы уже выполнены. После этого мы приступили к восстановлению дорожного покрытия после выполнения данной реконструкции. На сегодняшний день уже уложено два слоя асфальта, уже полностью восстановлено дорожное покрытие, сделаны новые парковочные зоны. Можно сказать, что все работы находятся на финишной стадии. В течение полторы-две недели все работы будут завершены.